Я очень сильно извиняюсь, понимаю, что в наше время жанр влогов, по большому счету, мертв уже, но мне сейчас нужно на пару дней съездить в Грозный, в Чечню, и я подумал, можно снять какое-нибудь видео, там вдруг что-нибудь интересное получится, поэтому давайте собирать вещи. К сожалению или к счастью, нет прямого рейса из Питера в Грозный, поэтому пересадка в Москве, но я, кажется, придумал, как можно интересно провести эту ночь, не покидая аэропорт. Мест отправляется. Пожалуйста, держитесь за поручни. Станция Шереметьево-2. Вышел к терминалам ТЕ и Ф. Очень пусто здесь, кстати, ночью, мне нравится. Первая моя мысль была в том, чтобы куда-нибудь поехать, снять отель, но потом я обнаружил, что отель есть прямо в самом аэропорте Шереметьево. Капсульный, капсульный, что прикольно. Прямо внутри аэропорта, и сейчас посмотрим, что там есть. Вот оно. Я сразу скажу, что это не спонсорская интеграция, мне не платили, поэтому давайте сразу отель говно. Посмотрим, что там тут. Ребятушки, приветствую. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Только рядом спят люди. Бесплатный набор удобства очень скромный. Это камера хранения, вешалки, полотенца, карман для вещей, очень шумные ставни. Все остальное, к сожалению, за деньги. Но главное, что в каждой капсуле есть своя розетка, значит, можно всю ночь смотреть любимых блогеров. Ну, я не фанат, короче. Во-первых, это не особо дешево. То есть, за 6 часов было 1700 рублей, то есть, практически 300 рублей за час сна. Но это если бы я все время спал. А так как я большую часть времени слушал, как люди достают свои вещи, входят, выходят, задыхался, потому что очень душно было капсуле. То есть, я поспал где-то часа полтора суммарно. Так что стоимость часа сна прям на уровне какого-нибудь пятизвездочного отеля. Но, с другой стороны, на другой чаше весов, то, что я сумел вот буквально за час до самолета сходить в душ, выйти и уже сразу встать в толпу людей, которые стоят на досмотр. То есть, ну, бонус того, что это прямо в аэропорту, это, конечно, есть. Но все негативные моменты сейчас будут забыты, потому что буквально через 40 минут самолет грозный. Поезд отправляется. Пожалуйста, держитесь за полночным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, самое время вам сейчас показать, где я остановился. Потому что мой отель находится в Грозном Сити. Район с небоскребами в самом центре Грозного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально я хотел рассказать о том, что Грозный не очень большой город, на примере того, что здесь всего 250 тысяч человек живет. То есть, ну, как Норильск примерно. Но есть более хороший пример. Так, я сразу не смог заселиться в отеле. Слишком рано приехал. Кстати, посмотрите, какая стоит. То я пошел попить кофе в соседнюю кофейню. Сибирская сеть Travelers Coffee. В этой кофейне, то есть буквально через час после приземления в Грозном, я познакомился с министром туризма Чеченской республики. И встретил всю спортивную футбольную команду Ахмат. Кстати, смотрите, какая еще тут есть, а? В каком районе я остановился. Вот так здесь все компактно. Заселяешься в отель. Встречаешь министра. Да, они же теперь знают, где я. Видимо, не хотят, чтобы я в авопарк гулял. Будем гулять дальше среди небоскребов. Короче, я на самом деле не особо разбираюсь во всех архитектурных историях в Грозном и Чечне. Я знал, что есть Грозный Сити. Типа такое вот на вырост мини-Дубай себе строят. Окей. Но оказалось, что на самом деле это не Грозный Сити. Это Грозный Сити 1. Рядом с ним, буквально через дорогу, через проспект Путина, строится Грозный Сити 2. Я посмотрел презентацию в интернете и выглядит безумно. То есть они строят башню там. Она, естественно, называется Ахмат Тавор. И это должно быть второе по высоте здание во всей Европе. Я не знаю, типа, куда им все это. Там огромный торговый центр. То есть кто всем этим будет пользоваться, если город на самом деле не очень большой. Типа, прикиньте, если это каким-то образом сработает. То есть построят реально. Потому что торговый центр, вот он, он уже почти построен. И мы все такие, ну, Грозный теперь наш Дубай. Мы сюда ездим отдыхать. Остается совсем мелкие вопросы. Это выкопать море и сделать, чтобы зимой тепло было. Это все, конечно, замечательно. Но сейчас я вышел на проспект Путина, чтобы пойти и посмотреть, что вообще есть в городе интересного. То есть, какие основные вопросы меня интересуют. Много ли здесь будет портретов руководителей? Много ли вооруженной полиции? Много ли Black Star бургеров? Давайте посмотрим, чем живет Грозный. Моя оценка городу это 10 портретов Путина из 10. Куча всего строится. Огромное количество женщин спокойно ходят без платков. И если повезет, то можно встретить мусульманских анимешниц или взять рассрочку по нормам ислама. Я никаких архитектурных открытий от Грозного, естественно, не ожидал. Но интересно, что постоянно используются мотивы башень. Похожие башни стояли по всей Чечне до 40-х годов, когда их посносили. Сейчас признаюсь, я недолго выбирал, что первое идти смотреть, потому что с рейтингом 4,9 в гугле лидирует мечеть Всероссо-Чечни. На самом деле я очень удачно подошел, потому что прямо сейчас начинается служба, и можно будет посмотреть, как там, в принципе, живет мечеть. Но вместе с тем я одну очень неприятную для себя деталь вспомнил. Я вспомнил, что декабрь, а чтобы зайти в мечеть, если кто не в курсе, нужно разуться. Вот это вот, если что, не подогревается. Скажу, что, наверное, я травлен православием, но в мечетях особо нечего долго разглядывать, в отличие от церквей. У них же запрет на изображение Аллаха, и поэтому жанр икон особо не развит, а то, что написано вот красиво на стенах, я не понимаю. Ну, то есть я и то, что в русских церквях написано, тоже не особо понимаю, но там хотя бы много разного стаффа расставлено. Даже стульев нет, и люди, которые просто приходят почилить, они на полу валяются. Если помните, несколько лет назад был конкурс «Россия-10», где пытались, типа, зачем-то народным голосованием определить самый вот зашибенный объект на территории России, вот тогда эта мечеть чуть не победила. Построенная в османском стиле, вместимость до 10 тысяч человек, 5 тысяч квадратных метров, туалет на улице. Это заслуженный 4,9. Ну и красиво внутри, да. Кстати, да, почему в православных церквях нет туалетов? Вы слышите, как с мечети человек поет, но я, на самом деле, по другой причине включил камеру, потому что я сейчас был в процессе съемки грозных кись, ну, кошек местных для Инстаграма, и нашел вот эту вот невероятно грозную кись, и вы просто посмотрите на эту. Оказалось, что на самом деле она очень добрая. Нажмите кнопку, отойдите на 2-3 метра, посещение той отдела фотографии. Так. Я свою работу сделал, а вы теперь найдите мою фотографию на грозненском портале и ставьте лайки, если там можно ставить лайки. Если нельзя, то подписывайтесь на мой Инстаграм, там точно можно еще. Сейчас я вам кое-что покажу. Я вот сейчас снимаю всех этих птиц, и надеюсь, что они не насрут на меня. Готов официально заявить, что это сейчас была самая большая стая птиц, которую я видел в своей жизни. Я думаю, на этот момент мы уже, в принципе, должны смириться с тем, что все мое видео о грозном. Это будет набор каких-то случайных впечатлений от того, что я увидел, просто гуляя по городу. Но сейчас я оказался в самом эпицентре, как я считаю, того, к чему я не был готов. Потому что, ладно, за моей спиной галерея обоев, но рядом дом обоев, но напротив империя обоев. Но это все фигня, ведь рядом мир обоев. Такое вы не знали о грозном, они обожают обои просто. И Путина. К сожалению, оформления к Новому году только заканчивали, но ночью и без елки, и гирлянд все было максимально красочно, потому что, скажем так, подсветки домов относятся очень вольно. Такие моменты, я понимаю, что мне еще есть к чему стремиться. Класс! У меня есть вторая версия шутки про Джимми подсветку. То, что на грозном сите Red Dead Redemption 2 идет на максималках. Голосуйте, за какую придется сильнее извиняться. Одна из вещей, которую я заметил, в частности, нет как бы сетевых разных предприятий. То есть, допустим, всяких Газпромов, Лукойлов здесь нет. Здесь почти каждая заправка она частная, со своим названием, и они не повторяются при этом каким-то образом. И другое, здесь нет фастфудов сетевых. Всех нам известных Макдональдсов, Киевси, Бургер Кинг, ничего здесь этого нет. И у вас вопрос, а где же я сейчас сижу, если не в Киевси? Да все просто. Я сижу в Си-Фи. Это расшифровывается не как Чечен Фрай Чикен, это Криспи Фрай Чикен. Такая сеть. И сейчас давайте попробуем, чем она отличается. Фигурлик, 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 фигурлик. Итак, у нас сегодня в меню бокстер от ЦФЦ. Картоха и местные стрипсы. Все под сырным соусом, суша. Грозницкий фудблогинг начинается. Думаю, отдельное упоминание стоит то, что в качестве логотипа используется Тимати. Меринда прям как везде. Катошка, допустим. Я понял, что есть проблема в том, что я не настолько хорошо помню вкус Ки-Фи, но я думаю, вот панировка с 27 травами и приправами. Тут меня не обмануть. Знаете что? Это совершенно не похоже на Ки-Фи. Кроме того, что это абсолютно похоже на Ки-Фи, по вкусу нет. Но все равно приятно. Я еще немного поизучал здесь все. Я заметил, что на чеке не указано, что это за ООО или юрлицо, поэтому непонятно. Может быть, это Ки-Фи под покрытием? А еще я обратил внимание, что их рекламируют в Арламов в доставку. Видимо, у ребят все в гору идет, если могут такое себе позволить. Но не забывайте, что чеченский рынок фастфуда очень жесток и суров. Если где-то открылся Криспи Фрайт Чикен, то тут же открывается его заклятый конкурент Макдавилс. На первый день хватит. Вот сейчас смотрите и даже не понимаете, что на самом деле участвуете в проверке качества съемки на новую камеру. Вот это я перед собой вижу вместо того, чтобы что-либо другое видеть в городе. Как вам новый Sony RX... сложные названия стали. Как вам новый Sony RX100 Mark 7 с микрофоном наконец-то. Так что можно вас вот так вот... Асайм орит немного. Напишите, как вам картинка в этом видео, а я... Все, это все хватит. Правда, туда далеко так и не добрался. В основном здесь походил. В горы пора. Так, я, наверное, должен уточнить, что в горы не получилось сразу поехать, потому что... Ну, стоит учитывать, скажем так, особенности местного сервиса. И изначально план был в том, чтобы водитель весь день возил там по ущелью на юге и прочее. Но когда он приехал, он сказал, что повезет в другое место и за другие деньги. Это было такое, типа, лайтовое похищение. Но то, куда он повез, по итогу тоже было прикольно. Например, получилось заглянуть в крупнейшую в Европе мечеть гордость мусульман, которую открыли вот буквально в августе. Это очень крутое зрелище, когда ты еще на подъезде, на горизонте видишь огромный купол, а потом оказывается, что это был просто отель, который рядом стоит. Но, в принципе, мечеть тоже очень почетная. Она настолько большая, что все население города, где ее построили, может там молиться одновременно. Наверное, самое основное, что я туда вынес, это новый обои для рабочего стола, витраж из мечети. В принципе, у меня есть такая небольшая традиция, что я в каждой поездке что-нибудь фотографирую на свой телефон, вставлю это на обои, и у меня уже такая небольшая коллекция, которую я постепенно заливаю в свой телеграм-канал. Вот, допустим, там это уже есть. В перемешку с постами видео и графомастом. Как жалко, что телеграм заблокирован в России, вы не сможете зайти в него по ссылке в описании. Пригород я особо не снимал, потому что, в принципе, это понятный всем пейзаж, ну, с той лишь разницей, что чем южнее живут люди, тем выше они заборы вокруг своих домов строят, плюс сложновато снимать на горных дорогах. Дальше долгая дорога вверх с перерывами на любование природой, на регулярные проверки тяжело вооруженной полицией, на любование природой, на кисю. Потом мы понимаем, что кися каркает, как ворона, и двигаемся дальше. Поехали еще выше. Так, все, добрались до финальной точки. Конечно, еще есть повыше, но вот сюда мы ехали. Вы готовы увидеть? Я сам решаю. Вы готовы увидеть, куда мы, собственно, добирались полтора-два часа? Горное озеро Казино и Ам. И, кстати, больше, если по карте посмотреть, больше его часть находится в Чечне, где, собственно, я сейчас стою. Но вот там вот кусочек, это Дагестан. Так что технически, технически, этот влог и из Чечни, и из Дагестана, потому что там немного проехали. Честно говоря, когда ехал сюда, думал, будет просто озеро в горах. А в целом здесь очень такой приятно все облагорожено. То есть, с одной стороны, опять же, вид на озеро шикарный, с другой стороны, шикарный вид на резиденцию Рамзана Кадырова. А если еще дальше туда, в сторону ущелья, двинуть, там уже будут всякие развалины старых поселений, прям древних, которые еще до того к чеченцам всех выгоняли из региона. Что-то даже пытаются восстанавливать. Проблема одна остается, сюда фиг доберешься. Здесь тоже видно, что все еще идет процесс благоустройства. То есть, с одной стороны, все домики, хорошо, деревица, а вот там ландшафт процедурно сгенерировали и деталек еще не добавили. Смотрите, если вы ребенок 90-х, то есть, мелким были во времена Чеченской войны, а сейчас уже большенькие, работаете, там налоги платите, то в том числе и на ваши деньги там все восстанавливается. И сам город, и разное культурное наследие, потому что, ну, Чечен, это дотационный регион. Как так получилось? Потому что на налоги наших родителей там все разрушалось. И я сейчас вплотную подошел к теме, где мне можно предъявить, как бы, за неуважение к болезненным вопросам. Поэтому то, на что тратились налоги наших дедов и прадедов, вы вот сами можете почитать в интернете, просто загуглите операции Чечевица. Прикольно, через все озеро протянут зиплайн, то есть в теории можно там на гору подняться и по веревке через все пролететь, потом обратно. И у вас не будет сейчас этого кадра, потому что я только что очень плотно покушал. Мне не хочется рисковать. Давайте просто представим, что я это сделал. Ааа, как страшно высоко, но красиво, ааа. Ну, а теперь, в принципе, остается самая экстремальная часть дня, где ехать обратно по горному серпантину, когда темнеет. Отлично. И я разбился насмерть, поэтому, если вам что-то не понравилось в этом видео, предъявлять вам некому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, извините.